Французское слово кашпо буквально означает прятать горшок. А давайте пересадим в наш вазон не одно растение, а четыре. Тщательно перемешиваем наши ингредиенты и наш грунт готов. Вот теперь мой внутренний перфекционист доволен. Все любят цветы. По крайней мере, я не знаю ни одного человека, который бы не любил такую красоту. Ну а правда, вот как их не любить? Тем более, когда в наше время продается великое множество уже цветущих во временных контейнерах растений, с помощью которых можно буквально в один день облагородить двор, приусадебный участок или террасу, не тратя при этом много времени и сил. Можно сказать, купил и наслаждайся. Приобрести цветы несложно, но необходимо правильно их пересадить. Я не просто так сказал, что они продаются во временных контейнерах. Вот правильной пересадкой мы сейчас и займемся. Меня зовут Тимур, Organic Mix на связи. Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны. Ну а мы начинаем. Прежде чем пересаживать купленные цветы из временного контейнера в красивый горшок или вазон, наше растение необходимо хорошо пролить водой. Это нужно для того, чтобы оно хорошо вынималось и корни при этом при пересадке не травмировались. Так вот, если для пересадки нашего растения мы хотим использовать подвесной кашпо на крючках, то грунт должен быть легким. А если выбираем вазон, то об этом можно не беспокоиться и готовить хороший питательный грунт. Для этого нам понадобится 60% по объему верхового нейтрализованного торфа, 20% биогумуса, как в нашем случае, но можно также использовать компост, 10% хорошего чернозема и 10% перлита. Также нам понадобится удобрение бельгийской серии Organic Mix для цветов. Оно восстанавливает грунт, идеально перемешивается и действует до 100 дней. Необходимая дозировка от 3 до 6 граммов на 1 литр грунта. Посмотрите, какие маленькие гранулы. Они созданы по уникальной технологии MiniGran. В каждой грануле абсолютно одинаковый состав. И они такие маленькие, что можно равномерно рассыпать по всей поверхности. Тщательно перемешиваем наши ингредиенты, и наш грунт готов. Теперь грунт утрамбовываем. И делаем ямку, чтобы примерить наше растение. Примеряем мы, не вынимая растение из горшка. А давайте пересадим в наш вазон не одно растение, а четыре. Хризантему, гипсофилу, сальвию и колеус. Я думаю, получится очень красиво. Вытаскиваем растение из контейнера и немножечко оцениваем корневую систему. Если корневая система белого цвета, то значит это хорошие, здоровые корни. Если же есть корни коричневого цвета, то немножечко их нужно размять или, может быть, даже в некоторых местах чуть оборвать. Потому что это старая корневая система. Немножечко размяли корневую и примеряем в нашем вазоне. Мы достаем сальвию из нашей ячейки, которую мы купили в магазине. Как мы видим, корневая система здесь уже давно оплела нашу ячейку. И некоторые корни уже достаточно старые. Нам обязательно нужно их размять немножечко, чтобы растение пустило новую корневую систему в нашем замечательном вазоне. И также его примеряем. Вот. По-моему, классно получается. После того, как мы нашли новые места нашим растениям, мы немножечко досыпаем грунтом. Обязательно не забудьте досыпать в серединку между ними. Это очень часто происходит, что забывают туда досыпать грунт, и там появляются пустоты. Что, конечно же, допускать нельзя. Вот так. И немножечко при досыпании обязательно утрамбовываем. После посадки почву необходимо слегка примять и замульчировать. Растения нужно хорошо полить. А через два часа нужно снова полить. Это нужно, чтобы грунт вокруг корней уплотнился и пропали все полости. Вот такой красивый вазон у нас получился. А главное, быстро и удобно. А еще у нас на канале есть видео, где мы своими руками делаем оригинальное, очень стильное кашпо. Так что обязательно посмотрите. После пересадки наше растение лучше не сразу ставить на солнце, а подождать пару дней, пока корневая система не придет в норму. Вы это заметите сразу. Растение будет выглядеть гораздо лучше. Тогда уже можно и переставить наш вазон или горшок в нужное место. Кстати, у меня появилась отличная идея. Вот наши скучные горшки мы можем поместить в наш фирменный ящик Organic Mix. И из него сделать такое стильное и оригинальное кашпо. Кстати, эти ящики продаются на нашем официальном сайте. Так. Смотрите, как классно получилось. Как спрятать некрасивый цветочный горшок в красивую емкость придумали во Франции. Французское слово кашпо буквально означает прятать горшок. Вот теперь мой внутренний перфекционист доволен. А если вам понравился этот выпуск, то ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. Да и прямо сейчас заходите на наш канал, у нас там много полезного и интересного. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok